На реконструкцию погранично-таможенного пункта Нарва-1, а по сути можно сказать на строительство нового пункта на границе в районе Петровской площади, было выделено почти 7 миллионов евро. 4,5 миллиона из которых были получены из европейской программы «Добрососедство и партнерство». Эти немаленькие деньги были рассчитаны на снесение терминала для пешеходов площадью в 500 квадратных метров и возведение на его месте нового, отвечающего современным требованиям терминала площадью 1468 квадратных метров. Если сегодня пропускная способность пункта Нарва-1 составляет максимум 1200 человек в сутки, то в будущем году оно увеличится на 50%. Это тоже граница между Россией и НАТО. И, конечно, смотря на все эти причины, это очень важный пункт. Но, смотря на то, что здесь люди сегодня ждут в таких условиях, такая погода, как сегодня, но я думаю, что все понимают это, что в таких условиях сделать пограничный контроль – это ненормально, и поэтому необходимо было сюда строить новый пограничный пункт. Не могли не прийти на церемонию представители уездной управы Идавирумы и мэрии Нарвы. Ведь большинство жалоб на скорость пересечения границы получают именно они, хотя границы не находятся в их ведении. Краеугольный камень, заложенный сегодня, символизирует новый этап и в развитии туризма. Эстония, и в частности Нарва, привлекательные для российских туристов места. Но долгое время пересечения границы омрачали длинные очереди. Старый пешеходный терминал был построен 20 лет назад, когда границу пересекало почти в пять раз меньше людей. За это время он серьезно устарел и даже стал препятствием для туристов. В результате реконструкции пограничного пункта должна увеличиться пропускная способность легковых машин в три раза, пешеходов, гостей города и нашей страны в два раза. И пропускная способность автобусов тоже в два раза, также грузового транспорта в полтора раза. Сегодняшнее я бы назвал все-таки промежуточное событие, потому что основное событие будет тогда, когда мы уже перережем ленточку и данный терминал будет работать. В будущем, когда пешеходный пропускной пункт заработает на всю мощь и пересечение границы не будет настолько изнурительным, есть надежда на большое количество посетителей с российской стороны, что может позитивно отразиться на экономике региона и повысить уровень жизни жителей Ида-Вирума. Ну а пока придется смириться с трудностями и очередями, вызванными невиданной масштабной реконструкцией. Сергей Дедыкин, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.